79 автобусов малой, средней и большой вместимости получили 12 автотранспортных предприятий Пензенской области. Новые машины закуплены в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава, инициированного президентом Российской Федерации на средства специального казначейского кредита. Хочу сказать, конечно, теплые слова благодарности нашему президенту, что он сформулировал эту программу. Мы имеем возможность войти в Пензенскую область в эту программу, в ней активно участвовать. Ну и понятно, что обновление транспортного парка и троллейбусного, автобусного, это важно для нас, потому что мы, собственно, и нашу российскую промышленность можем загрузить, потому что все здесь автотранспортные средства, они сделаны у нас здесь в России. 10 новых белых лязов большого класса. Весь этот ряд отправится в Заречный и пополнит городской автобусный парк. Транспорт уже готов к эксплуатации и скорейшему выходу в рейс. Техника российских производителей полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Автобус оснащен валидаторами для безналичной оплаты и 8-ю камерами наблюдения, что позволяет водителю контролировать ситуацию и на дороге, и в салоне. Внутри нового ляза все тоже довольно цивильно и аккуратно. В воздухе еще витает запах новых материалов, резины и пластика. Автобус оборудован кондиционером, 28 сидячих мест, 4 места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первыми за руль новых зареченских автобусов сели победитель и призер регионального конкурса профмастерства «Лучший водитель автобуса». Все агрегаты новые, как ты управляешь, управление лучше, подвеска мягче, удобно, и пассажиры довольны. Если водителю комфортно за рулем, то, соответственно, и безопаснее пассажирам. На первый взгляд, конечно, комфортабельнее, они вместительнее, потому что, смотрим, уже пассажиров вместительность больше. Электроника отличается, электроника по-другому сделана, управление коробкой по-другому. Двери сделаны уже так, на автобусах более безопасные для пассажиров и более удобные для нас. Необходимость обновления транспортного парка муниципального предприятия «Автотранс» назрела уже давно. Последний раз два новых автобуса большой вместимости приобретали в 2014 году. Это большое подспорье для нас. У нас автобусы в последний раз приходили несколько лет назад. И кто там, два автобуса мы приобретали, ну, тоже по программам. То есть сами приобрести такие автобусы, то есть, ну, для нас это сложно сейчас достаточно, потому что деньги, это не маленькие. Так-то примерно можно сказать, сколько они стоят. Ну, в районе там 17-18 миллионов рублей автобус большого класса, поэтому, конечно, это деньги приличные. Новые автобусы пока будут следовать по внутригородским маршрутам без выезда в областной центр и на даче. Целевая программа специальная для работы на маршрутах регулярных перевозок пассажиров. То есть это у нас вот наши муниципальные маршруты. Первый, второй, четвертый, пятый, седьмой, восьмой, девятый. Вот на эти маршруты планируется как раз, что эти автобусы по этим маршрутам будут курсировать именно по Заречному. После соблюдения всех формальностей и постановки на учет оформления документов, новые ЛИАЗы выйдут на маршруты. Алексей Лазаренко, Вячеслав Ертаев, телерадио «Компания Заречный».